И Анна Иоанновна, и Анна Леопольдовна, и Анна Пятый Жили здесь, вот как ты только что показал, в Лефортово, и это называется Аниенгоф Немецкая Слобода Аниенгоф это называется Аниен двор Аниен двор, Анны одной и Анны второй, и два дворца здесь стоят, Анны Иоанновны и Анны Леопольдовны И почему же мы никому их пальцами не показываем, а все время закрываем глазки и говорим, мы не знаем, почему он Аниенгоф Потому что здесь жили все царицы И Елизавета Петровна жила здесь же Да, Елизавета Петровна жила здесь же, где? В Измайловской Слободе У Измайловцев, под прикрытием Измайловцев Дальше была интересная картина, легенда, сказка Будем говорить так Когда умирал Петр, естественно, Меньшков и его подружка Екатерина Первая Поставили кругом стражей, измайловцев, которые были им более всего преданы никому и к нему не пускать Потому что, ну, завещание у Петра в кармане, где-то там под подушкой спрятано Щеку заткнуто, ну, где-то там спрятано Сейчас вот он дуба даст, и мы найдем это завещание Вошли к нему они Кругом стража, кругом от крыльца А там сидит Яков Филимус Брёс У Петра Первого Они говорят, типа, Яша, ты тут как? Он говорит, да я вот тут зашел, приятеля соборовать Типа, он уже Бог душу отдал Вы что, ребята? Они говорят, как? Он говорит, все, у меня, говорит, к вам одна просьба Они говорят, какая? Ай, уезжай в Москву, досвидос Ну, а что я с ним сделаю? Взял, уехал в Москву, досвидос Завещание не найдено Пух Казны не найдено Пух Ничего не найдено Хранит, пожалуй, Петр Алексеевич И себе сгреб братец Второй Брёс Роман Велимыч Положил у себя на Зайчем острове А этот уехал сюда, в Сухареву башню Вдруг ему и Анна Петровна Отвалила в Гальштине Елизавета Петровна Отвалила в Измайлова Все тишина, хорошо Вдруг, як увели, чем чудо кладывают Анна Иоанновна родами дала дуба Как мы знаем, она родила Петрушечку Петрушечку, по-моему, да? Да, второго Все, дала дуба Он тут же скачет В Измайлова Говорит, что у нас с Элизавета Петровна? Ему говорят, Элизавета Петровна дает дуба Говорят ему Он ее хватает и везет в Глинки Не жил он здесь никогда в Москве Не в Лефортово не жил А жил он в Глинках И мы там были И снимали фильм о Глинках Вот Отвез ее в Глинку У него там были свои колдуньи И колдуньи ее отходили Откачали Потому что он сразу сказал Отравлено А вы у меня, мои бабки Если вы ее обратно к жизни не вернете То я вас тут же и похороню Они ее откачали Они знали, как откачивать От любых ядов Откачали ее И он ей сказал Изжай, Елизавета И делай из себя Шлюху Гуляй Не претендуй на трон Когда будет надо Я тебе скажу Умер Яков Велимович В Сухаревской башне Башню закрыли Забили И так далее Это тоже легенда И вдруг Во сне Елизавете Петровне Является Яков Брюс И говорит Лиза, вставай Пора идти Корону брать Она проснулась А у дверей стоят измайловцы Она их не звала Говорит Государиня Одевай мунтир Поехали И когда они сделали Перевороты Когда она поехала На коронование Мимо Сухаревской башни Со своими фрейлинами Это дословные записки Фрейлин Вдруг в Сухаревской башне Наверху загорелся Окно Свеча в окне Она вышла Упала И начала Бить поклоны И когда фрейлина Спросила Елизавета Петровна Что ты делаешь Она говорит Это Яша меня Благословляет На то Чтобы я корону одел Откуда Измайловцы Получили бабки Никто не знает Но все Измайловцы Были заряжены Так Что они бы Порвали любого Да У меня Есть некоторые Там Такие Записки Старые Или что Возвращение А там написано Что я же Брюс Свою Смерть Агницинировал Прошло еще 16 лет Инкоглица Карли И так сказать Потому как Древзу Он не понял Где Матюра Якуплис Кто ее найдет Я сейчас Еще немножко Дайся Расскажу Дайся